Как вы думаете, Путин нажмет на красную кнопку, если другого выхода не будет? Елена Милашина написала статью в новой газете по поводу нападения. И там открылись нападения на нее и Александра Нему Грозного. И эта история приобрела совершенно новый общий поворот. Я смотрел интервью Милашины по этому поводу, и она там обещает, что дальше они будут это дело расследовать. Ну, я надеюсь, что в этом у них будет успех, и мы, во-первых, узнаем, что же все-таки случилось с Асином Халидовым, где он сейчас находится, живем вообще. Американец. Ассаламу алейкум, Тумсо, Шамиль с Путини, Гязин, Кигат, Мэйдни, Гун, Садох, Вэй, Мэлла. Сейчас был бы актуален он. Он ищет хумш, тадоузич, ицелучен пэйдигум, ицлурдар, цунах, ваалейкум, ассаламу рамута баракату. Так, он спрашивает, почему письмо Шамиля Путину, Шамиля Басаева Путину, почему его не публикуют, ну, или почему бы его не опубликовать, вот так он как бы пишет. Сейчас он считает, что это актуально. Такие вещи, он говорит, нужно опубликовать, чтобы тот, кто может с этого получить пользу, он мог получить. Ваалейкум, ассаламу рамута баракату, я абсолютно не против того, чтобы публиковать то, что в чем есть польза, только я не совсем понял, почему это актуально сейчас, именно сейчас. А так, в целом, я, ну, не против, наверное. Я даже не помню, публиковалось ли у меня это письмо. Если ты имеешь в виду, что это актуально в связи с 6 августа, но я, честно говоря, не вижу такую прямую параллель с этими событиями, так как это все-таки уже совершенно другие события. А так, к письму Шамиля Басаева Путину, я сам часто возвращаюсь к некоторым тезисам из этого письма, потому что в каких-то спорах с нашими, с людьми, с таких, с радикальным крылом, так скажем, с людьми, которые придерживаются каких-то радикальных взглядов, что вообще там ничего быть не может, там Россию чуть ли надо сначала уничтожить, потом только мы можем жить. Ну, бывают такие крайние взгляды, и вот для таких людей бывает полезно некоторые тезисы из этого письма Шамиля упомянуть, потому что обычно эти люди, придерживающиеся таких взглядов, люди уважают Шамиля, прислушиваются к нему. И вот Шамиль там очень много уступок предлагает Путину, очень много. Даже, мне кажется, там есть такие моменты, за которые сегодня бы многие из вот этих вот сторонников радикального крыла раскритиковали бы Шамиля, как, например, вхождение в таможенный союз, использование, то есть остаться в рублевой зоне. Там много всего он предлагает в обмен на вывод войск и суверенитет, естественно. Актуально имелось в виду, из-за войны в Украине у многих людей открылись глаза на многое, а Шамиль о многом говорит, я постараюсь его сделать английскими субтитрами, иншаллах, и скину тебе на бот. Иншаллах, брат, хорошо. Как вы думаете, Путин нажмет на красную кнопку, если другого выхода не будет? Я не знаю, я не позиционирую себя, как человека, хорошо понимающего Путина, или исследовавшего там Путина, или эксперта там по Путину. Совершенно нет. Но я одно скажу точно, я и не слушаю никогда людей, которые так говорят, Путин никогда не нажмет, или наоборот Путину, если сделать то-то, то он нажмет. Украинские события показали, что в большинстве все то, что говорили эти эксперты, это все оказалось чушью, ничего из этого не сбылось. Ведь именно эти эксперты говорили, что он никогда не нападет на Украину, потом эти же эксперты говорили, что за три дня Украина будет взята, потом говорили за неделю. Видите, в итоге это привело к большой войне. Поэтому я не знаю, если Путин сделает это, я не удивлюсь. Не сделает, тоже не удивлюсь. Так, еще одна тема, которую я хотел осветить, коснуться. Елена Милашина написала статью в новой газете по поводу нападения. И там открылись нападения на нее и Александра Нему Грозного. И эта история приобрела совершенно новый вообще поворот. Если кто-то это не читал, то я рекомендую почитать, я ссылку оставил у себя в телеграм-канале. Елена Милашина, вообще новая газета, значит, они проведя свое журналистское расследование этих событий, пришли к выводу, что нападение на них связано напрямую с похищением и пропажей без вести Ясина Халидова. Помните Ясина Халидова, кадыровца, который бежал, пытался бежать из России, бежал из Чечни и при попытке, значит, пересечь российско-казахскую границу, он был задержан, передан представителем кадыровской полиции и пропал без вести. Реальный человек, это не для красного словца, а действительно, юридически этот человек сейчас пропавший без вести. Он официально не задержан, на него нет никакого уголовного дела, ничего, этот человек просто пропал. Его след теряется вот в этом омском отделе полиции, там они официально подтвердили, что они действительно его заезжали, и они подтвердили, что его передали. Но вот после этого этот человек пропал. Дальше все, это уже какие-то слухи, где-то что-то там, но ничего официального об этом нет. И вот, проведя журналистское расследование, новая газета пришла к выводу, что нападавшими, организовавшими это нападение, точнее, исполнительными этого нападения на Милашину и Немова были представители транспортного ОМОНа. А транспортный ОМОН – это как раз та структура, в которой числился Ясин Халидов. И они связывают это с тем, что новая газета осветила события, связанные с Ясином Халидовым, а Немов был, ну и является до сих пор его адвокатом, человеком, который его сейчас ищет. Разослал очень много запросов, там различные российские ведомства силовые, но до сих пор его не может найти. И вот, оказалось, что мы, по крайней мере, новая газета приходит к такому выводу, что именно эти люди и по причине этого Ясина Халидова, они совершили нападение на Милашину и Немова. Я смотрел интервью Милашины по этому поводу, и она там, в общем-то, обещает, что дальше они будут это дело расследовать. Ну, я надеюсь, что в этом у них будет успех, и мы, во-первых, узнаем, что же все-таки случилось с Ясином Халидовым, где он сейчас находится, Живлево вообще. И, возможно, узнаем имена непосредственных исполнителей, напавших на журналиста и адвоката Нишама. Насчет Второй войны. Субтитры создавал DimaTorzok